Первым делом гости смогли увидеть самую первую установку компании ЦГФУ. Ну а дальше одно из самых современных и передовых производств по производству пластиков. Экскурсию для студентов провели лично помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Далатказина и начальник управления экологической безопасности Олег Гришаков. Для наглядности и более полного понимания того, что выпускает Нижнекамск нефтехим, ребятам на производстве ударопрочного полистирола продемонстрировали продукцию, которую можно получить с использованием пластика. Это розетки, офисные принадлежности, одноразовая посуда, упаковка для пищевых продуктов и многое другое. Несомненно, визитная карточка предприятия – это эластомеры. Производство галлобутилового каучука стало следующей точкой экскурсии. Ребята увидели процесс брикетирования и упаковки готовой продукции, а затем понаблюдали за работой робота-брикета-укладчика, который своей мощной железной рукой аккуратно складывает в ящики каучук для отправки его потребителям. Данный робот, производительность у него 16 тонн где-то, ну по паспорту 18 тонн может укладывать. В час? В час, да. Также он может укладывать разные виды тары. 540-й, 900-й, 1080-й, металлические контейнера. Данный робот тоже может сортировать по агрегатам выделения, можно сортировать. Также по видам каучука может сортировать. На брикетах есть уникальный штрих-код, по которому он производит сортировку. Научно-технологический центр стал следующим пунктом программы экскурсии. У нас работает 12 лабораторий, которые занимаются синтезом технологий, изучением технологий производств, всех производств в Нижнекамске нефтехима. Сейчас вы находитесь в одной из комнат аналитической лаборатории, которая занимается анализом сырья и продуктов, промежуточных продуктов, всех-всех-всех вспомогательных материалов в Нижнекамске нефтехима. Ребята живо интересовались работой ученых, так как сами являются участниками научного проекта «Проэко», реализованного в рамках движения «Будет чисто». Очень впечатлило, особенно лабораторией. Нас сводили на три лаборатории. Очень интересно. Нам рассказывали, как все оборудование работает, много пантентов. Очень классно. В рамках программы для участников также была проведена экскурсия на биологические очистные сооружения. В ходе посещения этого объекта студентам рассказали о той огромной работе, которую проделало предприятие за последние годы в рамках большой реконструкции БОСС. Самое главное для всех жителей Нижнекамска – эффективность очистки загрязненного воздуха на биофильтрах составляет 95%. А это значит, все неприятные запахи, а значит и испарения в атмосферу, блокируются и обеззараживаются. На самом деле запомнилось больше всего того, что добавили в пункт очистки источных вод преаэраторы. Мы рассказали про то, как керамзит и активный ИЛ участвуют в очистке газовоздушной смеси, которая образуется после аэротенков. Это больше всего запомнилось. На самом деле очень интересно, познавательно и здорово посещать такие крупные мероприятия. Но и это не все. Сейчас предприятие начинает активную работу по очередному, уже третьему этапу реконструкции очистных сооружений. На этот раз усилия будут сосредоточены на узле биологической очистки, доочистки и обеззараживания. Уже проведены опытно-промышленные испытания, но основная работа еще впереди. Самое главное, что Нижнекамск нефтехиму, несмотря на увеличение технологических мощностей, удалось значительно сократить выбросы и отходы производства. Все благодаря грамотному и поступательному внедрению различных природоохранных мероприятий, дающих несомненный эффект. После завершения экскурсии все участники собрались все вместе в стенах НХТИ, чтобы поделиться впечатлениями и наметить планы дальнейшего сотрудничества. Студенты поблагодарили нефтехимиков за предоставленную возможность увидеть предприятие и его экологические объекты изнутри и за возможность пообщаться с ведущими специалистами предприятия. Недавно я стал куратором научного направления нашего движения и, собственно, реализуем проект «Проэко». Это конкурс, который направлен на то, чтобы популяризировать экологию как науку среди студентов. Собственно, зачем мы в Нижнекамск нефтехим-то переехали? Дело в том, что в прошлом году у нас получилось так, что ребята изучали экологию как-то не связанную с практикой. Они готовили научные работы, но практическую ценность они имели малую. И вследствие этого нам необходимо решать данную проблему. Приехав на Нижнекамск нефтехим, мы познакомили ребят непосредственно с производственными объектами, как все происходит наяву. На самом деле они узнали очень много нового. У них теперь есть четкое представление, что и как работает. И думаю, теперь их научные работы станут практическими и будут иметь хорошую практическую ценность. Данный опыт, он, конечно, полезен. Здесь необходимо тоже молодежи продемонстрировать, насколько на сегодня эффективно работает сами производство. Причем при выработке товарной продукции у нас довольно существенно снижается воздействие на окружающую среду. Это как в плане выбросов, так и в водопотреблении, водоотведении. Теперь переход от теории к практике для студентов станет более осязаемым. И они уже изъявили желание принять участие в разработке будущих экологических мероприятий Нижнекамск нефтехима.